Всем большой привет! В этом видео хочу залить впервые формочку малышаика на подушке. Такая формочка очень популярна среди мыловаров. Но у меня она впервые и я ее не покупала. Это подарок от моей подписчицы Светланочки. Буду заливать, чтобы она у меня была для фотопримера. Вообще, девочки говорят, что очень покупаемая ходовая такая формочка, вернее мыло получается. Работать буду сегодня, конечно же, пипеткой. Я решила сделать мальчика. Костюмчик будет голубой. Убрала пигмент лагуну. А цвет тела я давно уже делаю пигментом пирожное. Вот такой он у меня уже страшненький, потекший весь. Я растопила белую основу. Основа у меня сейчас ростов мыла. И добавляю пигмент. Чуть-чуть поярче. И сюда сразу же оттушку. Я выбрала грушу. Никуда не спешим. Чем основа будет сейчас у нас холоднее, то есть начнет застывать, тем нам будет проще, легче и быстрее. Спрыскиваем спиртом один раз. И начинаем заливать сам костюмчик. Сначала заливаем хвостик. Я такая умная. Первый раз заливаю, тут и всех остальных учу. Да, честно, эту формочку я заливаю впервые. Но ничего в ней такого абсолютно нет сложного. Поэтому тут репетиция не нужна. Аккуратно заливаем и ждем, пока слои подстынут. Заливаем, конечно же, аккуратненько, чтобы не нашла голубая основа на сами ножки. Потому что так ваше омолы будет выглядеть, конечно же, некрасиво, неаккуратно. Не спешим никуда. И аккуратненько работаем. Пепеткой. Видите, я снова начала подстывать. И мне сразу намного проще. Можно немножко наклонить теперь и залить вот эти вот трусики уже до конца. Если вдруг где-то что-то лишнее у вас вылилось, ни проблема, ни беда. Аккуратненько зубочисткой все после убирается. После застывания, я имею в виду. И теперь вот с этой стороны тоже все это заливаем. Теперь у нас шапочка. Здесь у нас есть разрез на ушках, что очень удобно. Во-первых, доставать мыло. Во-вторых, хорошо пролить ушки. Поэтому я вот так форму ставлю под наклоном. Не знаю, видно вам, нет? Вот так. И сейчас я просто пролью ушки и форму закрою. Так, не хотела. В общем, мне неудобно просто в вашу сторону показать, потому что камера стоит слева. Я просто как бы заливаю ушки. Хотя, знаете, что хочу сказать? Каждый формодел делает разрезы на этих формах, по-моему, абсолютно по-разному. Залила ушки. Закрыла форму. Даже возьмем резиночку ради приличия. Опять-таки, держим форму под наклоном и заливаем сначала уши, чтобы туда хорошо зашла вся наша основа. Вот. И вот так вот добавляем основу, заливая уже всю шапочку. Так получилось. Мне даже практически не пришлось ничего счищать, потому что основа была уже застывшая и никуда не стекала. Я разогрела на глаз белую основу и буду добавлять по капле фигмент пирожное. На мои капли не ориентируйтесь. Почему? Потому что цвет исходный. Зависит от той основы, которую вы используете. Желтушный ребенок будет. В общем, путем всяких разных экспериментов и смешиваний вы добьетесь нужного вам цвета. Вообще, раньше, когда не было этого пигмента пирожное, я брала красный пигмент и желтый пигмент и добавляла в основу. Вот такой цвет в самый раз. Добавляю в дужку. Дальше можно сразу вылить всю основу. Можно, как я, пипеткой постепенно, чтобы избежать того, что у нас могут от температуры горячей поплыть голубой цвет. Поэтому можно вот так, не смеша добавлять. Простучим обязательно, потому что там у нас есть маленькая личика с такими вот, ну, совсем мельчайшими детальками. Если не простучать или спиртом не брызнуть, там может образоваться такой вот пузырик из основы и будет некрасиво. Ну, в общем, в принципе, все в порядке, все хорошо. И я просто вот так вот заливаю сюда мыльную основу. Так. Сам малыш застыл. Мы его вот так немножко процарапываем. И делаем последний штрих, подушечку мыла. Я ее оставлю просто белой. Добавляю одушку. Немного остужаю основу, чтобы не растопился предыдущий слой. И аккуратно заливаю мыльную основу. Если сверху есть пузырьки, их можно также убрать, сбрызнув мыло спиртом. Давайте доставать мыло из формы. Тут у нас был разрез. А, разрезы были и там, и там, оказывается. Я только на ушах увидела. И вот он, вот такой малыш получился. На подушечке. Чудесная мыльца, очень миленькая. Светланочка, спасибо еще раз за такую классную формочку. Ну, а вам всем спасибо за то, что смотрите наше видео. До новых встреч.